Тема обсуждаю далее с Ольгой Курносовой, политический аналитик, главный редактор портала «Автор Эмпайр», с нами на связи. Ольга, здравствуйте, рад вас видеть в эфире «Фридом». Здравствуйте. Я не просто так употребил такую фразу, как «параллельная армия». Зачем, по вашему мнению, создается такая структура? Я еще напомню, что в Росгвардии в прошлом году, в июне 2023 года, Госдума Российской Федерации разрешила использовать тяжелое вооружение, что делает из Росгвардии не просто определенных силовиков, как ранее, условно считались росгвардейцы, теперь уже серьезным военным подразделением. Зачем России две такие крупные масштабные армии? Ну, в России же много людей готовятся к будущей жизни после Путина. А для того, чтобы к ней подготовиться, надо иметь, ну, хотя бы небольшую, но собственную армию. Иначе неизвестно, кто там придет к власти. И если ты будешь в плохих отношениях, а может быть и просто так, потому что нужно отнимать какое-то имущество, да, соответственно, ты можешь лишиться всего награбленного за эти годы. И вот посмотрите, все то, что мы видели в сюжете, да, это все кому-то прислонено. Первое – это вот оборона Москвы. Понятное дело, что она под Собянином. При том, что и МВД – это структура федерального подчинения, конечно, Собянин на нее имеет влияние, но не полностью, в случае чего она подчиняется как раз президенту, потому что именно президент назначает силовых министров. Дальше посмотрим по списку. «Единая Россия» – испаньола, вообще, конечно, смешно, еще испаньола название такое. Это Турчак. Это, собственно, секретарь «Единой России» Турчак, который, как мы знаем, много шатается по оккупированным украинским территориям. И, видимо, насмотревшись там на все происходящее, захотела и для себя тоже эту самую карманную армию создать. Но Росгвардия – понятно. Росгвардия – это, конечно, лично Путин, потому что Золотов – это тот человек, которому Путин доверяет. Именно поэтому получены все разрешения на использование, в том числе, тяжелого вооружения, потому что, собственно, если что-то случится, то, конечно, Путин может рассчитывать, ну, как ему кажется, опять-таки, как он считает, он может рассчитывать именно на Золотову и на Росгвардию, а не на Шойгу, если что. Поэтому чем ближе… Я уж не говорю про антивооруженные формирования, которые есть у всех крупных компаний, у того же «Газпрома», у той же «Роснефти». Поэтому все к транзиту власти придут с маленькими собственными карманными армиями. Поэтому, когда говорят, что если что, то в России может начаться гражданская война, то это, в первую очередь, причина такой войны – это внутри клановые разборки. В компаниях крупных, таких как «Газпрома», которых сообщал ЧВК у «Газпрома», которых сообщала еще в феврале прошлого года разведка Украины, и не только у «Газпрома», мы чуть позже поговорим. А сейчас конкретно о тех, как я понимаю, выводах, которые сделал президент России Владимир Путин после неудавшегося, кто-то говорит, мятежа Пригожина. Давайте, наверное, просто говорить мятежа, попытки мятежа со стороны Пригожина. Получается, что Владимир Владимирович сделал определенные уроки, да, из того, что нельзя настолько сильно доверяться условному лидеру, потому что Пригожин был для ЧВК «Вагнер» лидером, потому что он может обернуться просто условными танками в Москве, и точно не теми, которые готовы защищать Владимира Владимировича. Соответственно, как я понимаю, ныне в основном упор в контексте личных армий для Путина будет делаться именно на наемников. Но для войны ли в Украине, против Украины? Либо же, вот как звучит наша тема, для защиты самого себя, своего престола от буквально букета ЧВК, которые начали расти на территории России? Ну, безусловно, Украина Украиной, а власть-то в Кремле находится. И, собственно, Пригожин, он же шел на Москву, он же не куда-то там еще шел. Он шел на Москву и почти до нее дошел. Более того, пока он к ней шел, все из Москвы-то и разбежались. То есть Путин увидел своими глазами, что никто не собирается его охранять. И он сам был вынужден тоже бежать. И в этом смысле он прекрасно понимает, что если какие-то возникнут внутри ситуации, то вообще никто его защищать не будет. Поэтому, когда мы много раз с вами говорили, что основной способ свержения Тремлевского диктатора – это силовой способ. Потому что Путин сам не понимает, как защититься от такого способа. Поэтому ему кажется, что если таких армий будет много, то его безопасность увеличивается. На мой взгляд, ровно наоборот. От одного Пригожина не смог защититься. А тут будет немного, конечно, пока Пригожины помельче. Но кто его знает? По большому счету, кто-то договорится между собой о том, что Путин уже устал, и надо ему на отдых. Ну, неважно в каком виде. И вот, пожалуйста, уже есть исполнители вот этого, так сказать, замечательного похода Путина на отдых. Так что тут вопрос такой. Насколько он в состоянии будет контролировать все эти многочисленные армии? Потому что чем больше оружия на руках, тем выше вероятность того, что оно начнет стрелять. И неизвестно совсем, в какую сторону. Вполне возможно, в сторону Кремля. Кто-то может предложить что-то больше, чем сам Владимир Путин, чем президент России, управляющий, ну, наверное, если не сто процентами процессов в России, то девяносто девять и девять. Ну, вот из всего этого, на самом деле, самое интересное, на мой взгляд, подразделение, это именно Испаньола. Потому что, собственно, с одной стороны, это личная амбиция Турчака. Как бы он достаточно амбициозный парень, достаточно молодой. И, соответственно, определенная харизматичность футбольных фанатов. И в этом смысле понятно. Это может быть просто такой... Посмотрим, как они будут использоваться. Понятно, что это может быть просто способ утилизации. Потому что, с точки зрения революционной ситуации, конечно же, правая молодежь, она опасна. И, безусловно, Путин ее опасается. Но если Турчак смог каким-то образом договориться с лидерами этих фанатских группировок, то это становится достаточно серьезным оружием в его руках. Я напомню, собственно, что на правых в свое время делал ставку Рогозин, и Кремль, испугавшись, тогда снял его с выборов. Вот ровно в тот момент, когда он запустил ролик об очистке Москвы от, собственно, от НИТЕХ. И тогда эта история, да, для Рогозина закончилась достаточно плачевно. Но почему? Потому что Кремль этой историей испугался. Собственно, все это после известного попытки противостояния правой молодежи с полицией на Манежной площади, которая закончилась, по большому счету, отступлением полиции. В фанерном генерале, вот коротко, буквально о господине Шойгу Кужугеточа по логике вещей, частные военные компании, как боевые подразделения с большим опытом, должны, наверное, были войти в состав Минобороны Российской Федерации, армии которой курируется непосредственно Шойгу и его приспешниками. Но, тем не менее, почему-то их принимают свои ряды Росгвардии, такие как ЧВК, Вагнер, редут, ну, редут другая история, в принципе, и часть других частных военных компаний. Почему? Тут появляется просто такая мысль, неужели Путин не доверяет классической армии? Наверное, так будет правильнее говорить. Либо какой-то конфликт и есть, возможно, между Шойгу, главой Минобороны России, и президентом России? На мой взгляд, там целых две причины. Первая причина действительно та, что Путин не доверяет Шойгу. И, собственно, сейчас, конечно, рейтинг Шойгу подупал, но в свое время он был достаточно высоким. И он воспринимался... Понятное дело, что в России на рейтинг всем плевать, но, тем не менее, он воспринимался частью народного населения достаточно хорошо. Нет одна причина. А вторая причина, конечно, то, что в самой армии рейтинг Шойгу тоже не слишком высок. Поэтому полностью... Да, конечно, с помощью финансов, с помощью назначений что-то он делает в состоянии. Но говорить о том, что он полностью контролирует особенно воюющую армию, тоже так достаточно сложно это говорить. И я еще раз повторюсь, конечно, если сравнивать Золотова и Шойгу, то Золотову Путин доверяет гораздо, там, на пару порядков больше, чем Шойгу. Поэтому, собственно, такие решения и принимаются. В контексте компаний частных военных, которые принадлежат условному Газпрому и прочему, с одной стороны, кажется, крупная государственная компания, которая, кстати, к слову, банкротила сам Кремль для того, чтобы насолить страшному Западу, но, тем не менее, замерзает, как ни странно, не Запад, а Подмосковье. Как-то так вот получилось. Видимо, природа решила отыграться. Ну, такая вот ситуация. Но, тем не менее, предприятие, которое, казалось бы, плоть от плоти Кремля, у него есть также своя военная армия. Такие крупные компании, государственные в том числе и частные. Зачем им охранять, как я понимаю, себя? От кого, в первую очередь? Неужели от самих россиян? От самого же Кремля? Ну, в первую очередь, конечно, от конкурентов, которые захотят их отжать. Как мы помним, собственно, чем взиновалось начало правления Путина? Отжать, посадкой Ходорковской, Ходорковского и отжатьей компании ЮКОС. Может быть, отжали, потому что у ЮКОСа не было своей армии, потому что в то время-то, может быть, и побоялись бы так сильно наехать. И в этом смысле, что называется, правда, наличие армии не помогло спасти, в разных ситуациях не всегда помогает. Но мало ли, там бывают всякие истории, когда из трубы газ воруют, там кто-то подключается и так далее и тому подобное. Обычно их расследуют, как раз самые обычные полицейские, а не частные эти армии. Но мы понимаем, что, конечно, «Газпром» — это во многом государственная компания, но, собственно, кто назначает руководителя и кто имеет все прибыли с этой компании. Поэтому на всякий случай надо тоже подстраховаться и свою частную армию создать, чтобы, если что, можно было чем-то хотя бы угрожать в случае передела собственности. Коротко об использовании частных военных компаний. Возможно, за границей. Сейчас не об Африке в целом, а, к примеру, территории Европы, Европейского Союза, европейских государств. Не успела еще отгреметь и затихнуть история с Яном Петровским. Это гражданин Российской Федерации, это наемник ДШРГ Русич, убийца, нацист. И тут еще список эпитетов можно продолжать до конца нашего с вами разговора. История с тем, будет ли отправлен Ян Петровский на территорию Украины, давайте ее отложим. Собственно, это вопрос к финским правоохранительным органам, как мне кажется. Но, тем не менее, если, простите, но не увидели господина Петровского представителей представителей правоохранительных органов, силовиков, либо спецслужбы в Финляндии, у меня почему-то закрадывается такая мысль, что где-то могут не заметить западные спецслужбы, где-то десяток представителей какой-либо из ЧВК, экс-вагнер, испаниола или прочее-прочее. Высокая ли такая вероятность, что где-то могут не заметить проход границы, к примеру, Беларуси и Польши, десятка, несколько сотен, например, представителей ЧВК, находящихся под управлением Росгвардией? На мой взгляд, проблема в том, что в большинстве, если не во всех европейских странах, сидит в большом количестве российская агентура, уже сидит, с оформленными документами, с какими-то легендами, разным способом туда заброшенные, раньше, позже. И в этом смысле новый проход новых диверсантов, он, конечно, возможен. Посмотрите, что творилось на границе с Финляндией, с этими сомалицами. Почему именно сомалицы? Ну, потому что там их достаточно много, в Финляндии уже есть, и, соответственно, тех, кого забрасывали заново, они должны были быть использованы в такой гибридной атаке изнутри Финляндии. И, по большому счету, чуть ли не в каждой стране Евросоюза есть такие группы, которые могут быть соответствующим образом использованы. Опять-таки, мы помним все медийные возможности российской агентуры, мы знаем все эти спутники, Russia Today и прочее, и прочее. Поэтому ситуация внутри Евросоюза, она достаточно острая, на мой взгляд. И в этом смысле я бы всем с специальным службам порекомендовала очень внимательно относиться не только к тем, не столько даже к тем, кто приезжает сегодня, сколько к тем, кто заехал достаточно давно. Не надо понимать, чем они занимаются и что они делают на территории тех стран, в которых они живут. Тем более, что если у человека документы в порядке, то он может совершенно спокойно перемещаться по всей территории Евросоюза. Об Испаньоле еще, нашумевшая частная военная компания, коротко напомню нашим зрителям, что это такое за Испаньола, это ЧВК, которая в основном состоит из ультра-российских группировок различных, футбольных, в том числе, и не только, хоккейных. Также интересно, что эту ЧВК поддерживал небезызвестный Андрей Соломатин, это бывший футболист ЦСКА Москва, бывший футболист московского локомотива, проводил несколько матчей, в том числе, и за сборную России по футболу. Соломатина замечали, в том числе, и во временно оккупированном Донецке. Сначала он помогал снаряжением, представителям Испаньолы позже якобы стал частью. Говорят о том, что в декабре 23-го года участвовал даже в штурмах Бахмута Донецкой области, в штурмах украинских позиций в составе этой ЧВК. Поддерживали Испаньолу и некоторые клубы российской футбольной лиги, что говорит о необходимости исключения в целом российского футбола из футбола всемирного европейского, в том числе, хоккеисты поддерживали. Ну так вот, такая нашумевшая ЧВК. Что важно в этой истории? Вдруг Испаньолу по сообщению СМИ, по сообщению британской разведки начинает финансировать путинская партия «Единая Россия». Главный вопрос, как мне кажется, тут такой, а деньги откуда? Из каких закромов достаются деньги? Ну, финансирование ЧВК это ж не 10 рублей в день, простите. Ну, собственно, на мой взгляд, финансирование тут не бюджетное, а крупного бизнеса. Просто кому-то из Кремля дали команду, что вам нужно финансировать вот такую-то структуру «Единой России» или саму «Единую Россию», а уж Турчак там разберется, как отфинансировать Испаньол. На мой взгляд, вообще история с Испаньолой очень интересная, потому что это некий косплей, я вам скажу сейчас чего, право сектора. Видимо, кто-то подробно изучал, собственно, структуры, которые были задействованы, ну, сначала в событиях Майдана, а потом уже, соответственно, в войне, да, и решили, что надо, пока не стало совсем горячо, надо каким-то образом подобрать футбольных фанатов и задействовать их в кремлевских играх, чтобы они на другую сторону не перетекли. Потому что, конечно, собственно, после 2014 года в правом движении в России произошел раскол на имперцев и таких этнических националистов. Большинство этнических националистов поддержало Украину, ну, а имперцы, естественно, поддержали Кремль. И, собственно, видимо, из них вот это все и сформировано. Поэтому тут, с одной стороны, может быть, задача просто каких-то наиболее харизматичных людей, наиболее активных просто ликвидировать на войне, потому что все-таки, конечно же, кремлевские опасаются развития революционной ситуации, и, соответственно, им нужно куда-то вот эту харизматичную правую массу пристроить, так как они ощущают ее опасность. Но, с другой стороны, если Турчаку действительно удалось договориться с фанатами и с их лидерами, то он может это легко использовать для усиления своего собственного. А Турчак парень амбициозный, так что ему, конечно, интересно какую-то более серьезную роль играть после разных там перестановок. Кстати говоря, многие говорят о том, что после вот этого электорального мероприятия марковского, которое в Кремле почему-то называют выборами, вполне возможно какие-то перестановки в правительстве и в разных других структурах. Интересно, вот в контексте финансирования Испаньола, также Главное управление разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, если мне память не изменяет, говорит в том числе об этом, представитель украинского ГУР. Так вот, въезд за легкое ранение получают 1 миллион рублей представители это ЧВК, средней тяжести 2 миллиона рублей, тяжелое ранение 3 миллиона, смерть 5 миллионов, получают, так понимаю, семьи. 220 тысяч рублей в месяц получают представители этой частной военной компании. контракт подписывается минимум на полгода. Сравнивая позиции, которые есть у мобилизованных, частично мобилизованных, да, российских, складывается такое впечатление, что у представителей ЧВК есть определенные привилегии. Чем оправданы эти привилегии, Ольга? Ну, собственно, они нужны для того, чтобы контролировать частную военную компанию. Это как раз, собственно, один из тех факторов, на которые налегают вербовщики, что вас все равно мобилизуют, а так у вас денег, вы получаете больше. И, собственно, вы сами выбираете, куда идти. А если вас мобилизуют, вас запихнут туда, куда посчитают нужным военкомат. Собственно, это то, из-за чего, видимо, все-таки что-то получается, каких-то людей не набирают. Ну и, опять-таки, мы понимаем, что это же не просто футбольные фанаты, это же то, что называется футбольные хулиганы, да, то есть люди, которые, для которых насилие, это то, в чем они живут. И в этом смысле, когда вы приводили в пример Русич, это очень такой похожий пример. Спасибо вам огромное за участие в эфире «Фридом», спасибо вам за ваш анализ. Напомню, что Ольга Курносова была с нами на связи, политический аналитик, главный редактор портала, автор «Импайр». Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного.